Добрый день друзья, с вами доктор Линский, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы вернемся к теме манипуляций, вернее выявлению их и противодействию. Но даже скажу по своему опыту, если вы понимаете в чем манипуляция, понимаете, что вас хотят заставить принять какое-то решение или определенным образом поступить, то это уже плюс. Во всяком случае придет понимание, что с этим что-то нужно делать. Итак, я хочу рассказать об одной манипуляции, которая была еще и год назад с началом военных действий в Украине, но сейчас она находится, на мой взгляд, опять же все, что будет здесь сказано, я сразу подчеркну, это только мое оценочное суждение и возможно оно неправильное, тут кто как считает. Я не претендую на истину последней инстанции. Так вот, сейчас эта манипуляция достигла апогея. Мы применяем похожий подход, когда, допустим, на сеансах психосоматической коррекции человеку нужно изменить стратегию. Допустим, он приходит и его что-то не устраивает, как он поступает в жизни. Человек говорит, вы знаете, я вот понимаю, что это неправильно, я постоянно от этого страдаю, но ничего не могу с этим сделать, не могу изменить вот такой подход принятия решений, свои привычки и есть методика, она так и называется изменение стратегии. Она входит в комплексной терапии сеансов психосоматической коррекции. Если вкратце суть метода, мы берем то, что человеку нравится, выявляем, это может касаться любой так сказать, любого направления, любой сферы, от продуктов, искусства, музыки и так далее. Просто там есть различные методики. Можно работать на цвет, можно на запахи, то есть можно на лица, на любые триггеры. И далее человека просто погружаем в ситуацию, когда ему доступно то, что ему нравится. Там играет мелодия, от которой он, как говорится, просто фанатеет. Или же человек ест тот продукт, который ему нравится и параллельно идет какое-то воздействие, доставляющее дискомфорт. Это может быть боль, может быть какое-то воздействие, вызывающее негативную эмоцию. Это страх или зависть, или раздражение. И постепенно после того, как мы делаем тест, там провели несколько циклов, делаем тест и если в начале сеанса, допустим, вот перечисленный список там или продуктов или там мелодии человеку нравились, так сказать, на выходе после нашего сеанса мы получаем диаметрально противоположную ситуацию и диаметрально противоположную реакцию. То есть человеку уже это не нравится, а от данной мелодии его просто начинает трясти. Это, подчеркиваю, используется в лечебных целях и согласия человека. Допустим, вот как я работал на сеансе, ну из тех методик, из тех случаев, когда я применял эту методику, пришел, обратился мужчина, он предприниматель, это было еще ранее, и говорит, вот ничего не могу с собой поделать, я реагирую в бизнесе, у него там свой бизнес, я вот не могу избавиться от привычки. Приходят люди там, заказчики, вот давай нам сделай вот это, я начинаю делать, а деньги, я не могу с них вот сразу потребовать предоплату, вот не могу через себя переступить. И люди, бывало такое, я выполнил, скажем, свои обязательства, поставил товар и начинаю говорить, а когда вы расплатитесь? Нет, да вот подожди, да вот через время. И кто-то есть такие даже, что не перечисляли деньги, а кто-то растягивал это на полгода, на несколько месяцев. Соответственно, у человека постоянный дискомфорт, негативные эмоции, но он ничего не мог с этим сделать. Мы проработали, изменили стратегию, после этого он, как говорится, давал обратную связь, говорит, отлично, сейчас насколько легко, люди звонят, говорят, вот надо сделать вот это, нам надо быстро. Отлично, говорит, мой расчетный счет такой-то, перечисляйте деньги, начинаем работать. Да нет, ты нам вот сразу, нет, будут деньги, звоните. Кто-то отсеял, но пришли, во-первых, кто-то перестроил работу, понял, что с ним теперь вот нужно так. И люди нормально это приняли. Пришли новые клиенты, которые уже вот на вот этих условиях, нормальные люди, их устраивали и у человека все наладилось в бизнесе. Точно так же это работает в отношениях, там с напрягающими ситуациями. Это просто для примера, чтобы вы понимали. Еще раз, как это работает? Вот представьте, вам нравится какая-то мелодия, вы ее можете крутить, там бывает десятки раз в день, и тут получается, вы попали в какую-то катастрофу, допустим, не дай бог, или какая-то травмирующая ситуация, или вас избивают, и тут звучит вот эта мелодия. Через какое-то время, когда вы после этого всего выйдете, как вы будете на нее реагировать? Реакция тела, то есть тело в тот момент приняло подсознание, вернее подсознание приняло решение, что вот сейчас была угроза жизни. Человека избивают, или там происходят более страшные вещи, скажем, и тут звучит эта мелодия. Возникает связь, человек в дальнейшем в нормальном состоянии услышал эту мелодию, где-то даже краем уха у него возникла, соответственно, вот эта реакция страха, раздражения или других эмоций. Подобным образом возникают различные фобии, то есть где-то в детстве с человеком что-то произошло, он был маленький, принял решение, что вот эта угроза жизни опасна, и параллельно был какой-то запах, звучала мелодия, или же запомнился какой-то цвет, и в дальнейшем это оказывает влияние на всю его жизнь. Это одна из методик разрешения. Так вот, вы извините, что я так подробно объясняю, мне важно, чтобы это дошло до людей, которые, ну скажем, никогда с этим не сталкивались. Так вот, на мой взгляд, сейчас я имею ввиду Украину, происходит все то же самое, только на таком, на уровне страны. О чем я говорю? В начале, в момент вторжения, у людей были очень высоки патриотические настроения, то есть по многим, если брать по многим прогнозам, но это видно, если проанализировать факты, то в принципе мы не должны были выстоять, наша страна должна была или потерять огромную часть территории, или просто перестать существовать, причем к этому были все условия. Я об этом говорил уже ранее в видео, но тем не менее, тут все уперлось в людей, как говорится. Люди проявили, именно сделали свой выбор и так сказать, вопреки всем обстоятельствам, действительно, наша страна выстояла. И те силы, которые планировали другой исход, они сделали просто корректировку. А, не получается вот так, то есть прямое давление, сделаем план Б. И просто применили механизм вот этой манипуляции, о которой я говорил. Что делалось? Допустим, по большинству каналов идут какие-то репортажи с патриотической риторикой, показывая вот мы сильные и так далее. Ну, я думаю, кто смотрит там Единый марафон, тот я не смотрю, просто понимает, о чем я говорю. Со всех источников идет агитация, людям показывают, насколько важны там какие-то человеческие ценности и так далее. И параллельно, параллельно идут сведения о жесточайшей коррупции. Причем это все, ну, сейчас же, сейчас век интернета. Это все сразу оказывается в общем доступе. Люди все это видят. Видят, что никто не несет ответственности. Параллельно, допустим, бойцы, которые честь ими хвала, которые находятся на передовой, они говорят, что не хватает очень многого, не хватает буквально необходимого для того, чтобы вести боевые действия, противостоять оккупантам. И в то же время мы смотрим, что в одном из городов, допустим, посадили на несколько миллионов, там сделали парк, в другом сделали там километр дороги за почти за 100 миллионов и так далее. То есть это нельзя выделить какой-то город, идет по всем городам. Далее мы смотрим, как многие чиновники просто попадаются на коррупции и они как жили, так и живут с ними, ничего не случается. В то же время человек, укравший там, по-моему, домик для кота, получает, который по стоимости 350 гривен, получает семь или восемь лет тюрьмы. Запрет на выезд, кстати, незаконный. То есть нет ни одного закона, которым он регламентируется, регулируется, но тем не менее мы смотрим, есть определенная каста, которые выезжают, даже не скрываясь, их потом фотографируют где-то на пляжах, других местах, они путешествуют по миру и люди все это видят. И параллельно, вот одновременно призывы, да, действительно нужно, кто непосредственно защищает с оружием в руках, кто помогает. Я, допустим, ко мне, если приходят, вот сейчас-час-часто помогаю восстанавливать людям, которые после ранений есть проблемы с психологическим состоянием. Это как раз те методы, которыми я работаю. Я помогаю в рамках своей компетенции и часто удается человека действительно вернуть к жизни и помочь даже тогда, когда официальная медицина там оказывается бессильна. То есть каждый помогает, чем может. И параллельно мы видим, вот как в той манипуляции идет воздействие, которое у человека вызывает негативные эмоции. И, соответственно, я могу ошибаться. Если я ошибаюсь, поправьте, действительно, скажите, доктор, вы что-то надумали. Сейчас, когда многие люди слышат вот эти лозунги, в общем-то, правильные речи и так далее, у них возникает раздражение, возникает безразличие, просто опускаются руки. И, на мой взгляд, это показывает, что вот эта манипуляция, она действительно сработала. Когда люди видят, что не проводится никаких системных действий по улучшению, скажем так, состояния армии, по привлечению действительно мотивированных людей. Там ведь не так сложно создать условия. Я не буду повторять такие рекомендации очень много. Но, тем не менее, это не делается. И о том, как сейчас идет призыв, я думаю, те, кто проживает в Украине, это не секрет. Они об этом знают. И это тоже вызывает вот эти данные эмоции. Другой вопрос. Зачем это делается? Кем это делается? И какова цель? Это я оставляю на ваше усмотрение. Не хочу ошибиться. Возможно, у меня, как я говорил, просто себе надумал какие-то оценочные осуждения, неправильное мнение. Пишите в комментариях. Только большая просьба в уважительной манере, с уважением к собеседнику. И тогда, действительно, эта дискуссия будет интересна многим. Возможно, вы некоторые моменты проясните и мне. Потому что я ведь обычный человек, не могу всего знать. Еще важное замечание. Я очень многих заблокировал. Чаще это люди из России, которые поддерживали войну или которые каким-то образом ее оправдывали. Таких людей я просто блокирую. Потому что я считаю, если это преступление, то это преступление. Это не предмет для дискуссии и точка. Но, тем не менее, часто бывает, люди вот как-то остались и тут начинают писать. Ага, вот вы же видите, мы же вам говорили, вот запад плохой и у вас все плохое. Да, действительно, у нас есть внутренняя проблема. Я о них сейчас рассказал. Они есть и они были до этого, но это никак не оправдывает нападение Российской Федерации на нашу страну. Вот аж никак. И не снимает, то есть это как было преступлением, так и остается. Это не значит, что теперь нужно развернуться к тем, что на нас напали, которые оккупировали нашу землю, которые убивают наших людей и признать их. Вот видите, оказывается, они что-то лучшее, чем то, что происходит. Нет. Просто своим нападением вы, нас, я имею ввиду людей, которые проживают на территории Украины, поставили меж двух огней. Так сказать, наружный враг и внутренний. Так у нас мы довольно успешно решали, это показывали, это показывает период, когда была укализация, как люди выходили на улицы, как не давали пройти определенным законом. То есть мы более-менее решали свои проблемы. Сейчас же вот этим своим нападением вы действительно лишили нас большинства возможностей и просто поставили между молотом и наковальней. Поэтому если кто-то будет писать, что вот видите, мы же говорили, вот Россия оказывается несет благо, то не удивляйтесь, что я вас заблокирую. Преступление, как уже говорил, оно просто остается преступлением без всяких «но» и оправданий. А по поводу темы видео, как я говорил, уже мне будет интересно ваше мнение. Подчеркну, это не политика, это чистая психология и поэтому я это видео даже отнес в тот плейлист, где мы разбираем противодействие и выявление манипуляций. На этом у меня все. Понравилось видео, было вам чем-то полезным. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Обязательно досмотрите видео до конца, там я для вас приготовил заставки. на те ролики, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и остаемся людьми.